Доброго времени суток! Это первый выпуск новой передачи канала Premier League Play, который называется «Диванные эксперты». И здесь мы будем обсуждать итоги уходящей футбольной недели, делиться своими впечатлениями и знакомить вас с ними. Это Александр Кононович, это Евгений Хвалько, и, пожалуй, мы начнём. Итак, на этой неделе стартовал первый тур Premier League 8 на 8, и начался он с матча «Импульс» и «Транзишн». Здесь можно сказать по этому матчу, что и «Транзишн» собрался практически в оптимальном составе, или даже в оптимальном. Были все их атакующие лучшие игроки, Мишулков, Градюшка, Дычко. Есть учение, Нестерович. А «Импульс» вот наоборот. Что-то сразу же не задалось у них собрать нормальный состав. Не было ни Герасименко, ни Козловского, ни Гуделя, ни Евдосёва. То есть, как бы, тут, по сути, в атаке можно сказать, что второй состав выступал в этом матче. И, тем не менее, 0-0 на табло. Равная игра. Где-то, в принципе, наверное, большую часть матча ситуацию контролировал и «Транзишн». Но в концовке были моменты такие близкие к 100% и у той, и у той команды. И, в целом, 0-0, наверное, закономерное. Ну, может быть, 1-1 где-нибудь. То есть, ну, ничья закономерно. Матчи D1 продолжились в следующий игровой день, во вторник. Конечно, кто-то должен был попасть под чемпиона, под «Минск Юнайтед». Эта участь выпала на команду «Семь тонн». Это, если название кого-то и смущает, это прошлогодняя «Олдбойс». То есть, практически, это та же команда, которая играла под вывеской «Олдбойс». Ребятам не повезло. Немножко они за старт сезона попали под молотки. Конечно, в этом матче рвали и метали Паша Ирко, Саша Данилек, которые на двоих забили 5 мещей из 6. То есть, крупная победа со счетом 6-0 вполне закономерна. Все-таки состав «Минск Юнайтед» очень сбалансирован. Очень многие ребята поиграли в высшей лиге. Первый, второй. Я бы сказал даже, что за счет появления в составе Андрея Паруаева команда усилилась. Не знаю, может, руководитель команды Евгений и не совсем согласен с этим. Ну да, все-таки у нас травмированы сейчас, скорее всего, до конца сезона Ваня Майоров и Дима Калечес. Дима Калечес точно до конца сезона. Ваня может быть появится, но тем не менее, да, Андрей Паруаев появился. Однозначно усилил команду, но в то же время и потери у нас существенные по сравнению с прошлым сезоном. А что касается этой игры, хотелось бы сказать, что, наверное, памятуя о втором матче в прошлом чемпионате, когда еле-еле Минск Юнайтед выиграл, там, за три минуты до конца забили гол, там, непонятно, там, с трех отскоков, вот. Именно Солдбойс, да? Да, Солдбойс. То есть они стояли так вот в своей штрафной, грамотно, там, гасили. То есть, может быть, они и в этом матче рассчитывали отыграть, грубо говоря, на ноль, где-то, может, свой момент реализовали. Ну, на 15-й минуте, да? Вроде бы первый гол был забит в этой встрече. То есть ребята даже до перерыва не дотерпели, хотя, ну, предпосылки, в принципе, были, они там отбивались. Хотя потом прорвало, и за последние 10 минут первого тайма было забито 4 мяча. В общем, ну, неизвестно, какой план на эту игру был, голбой за усимитон, простите, конечно, уже. Но он не удался в любом случае. 0-6 это не тот результат, наверное, на который команда претендовала изначально. Тот же игровой день, следующий матч выдался куда более интересным, бескомпромиссным, напористым. Патриот-трактор, две команды, которые являются крепкими середняками, которые всегда бьются до последнего, которые объединены командным духом, все друг за другой горой. Конечно, ключевым стал эпизод в начале второго тайма, когда счет стал 2-1, забил с ниткой. При счете 2-1 Патриот, можно сказать, выстроил своей штрафной автобус на поступок с штрафной. И один раз в концовочке матча сбегал результативную контратаку и добился вполне логичной победы. Но для обеих команд этот матч важен для дебюта в этом сезоне. Все-таки команды равны и приятно было смотреть со стороны, приятно было работать с судьям. То есть матч выдался очень хорошим. Наверное, трактор желал большего в этой игре и рассчитывает в принципе в сезоне на что-то большее. Естественно, трактор усилился, несколько игроков пришли в команду, хорошие вратари, опытный, шаренда. Но кто-то в этом матче должен был проиграть. Все-таки я считаю, что эта игра была не ничейной, а именно Патриот как вначале прихватил, а потом грамотно отстоял свое преимущество. Так, переходим к матчу среды. Здесь у нас встречались... Встречались Парта-Орбита. Шикарный матч, честное слово. И ничья закономерна. 2-2, Орбита. Первый тайм все-таки провела намного лучше, чем второй. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме Спарта переиграла Орбиту полностью. Ну, заметь, я это перебью. И в Суперкубке до этого Минску с Орбитой встречался. И первый тайм остался за Орбитой, а во втором тайме Орбита что-то не задалось. Ну, видимо, что-то не задалось. То есть, два матча, они 2-2 играют, видя по ходу встречи. Я хочу сказать, что Спарта прибавляет от сезона к сезону. И то, что у нее было пятое место по итогам прошлого чемпионата, мне кажется, это не предел. Да, есть Минск-Инайтед, есть Газпром, есть Орбита, это фавориты. Есть импульс, но по итогам этого матча есть вероятность, что Спарта может в эту верхнюю четверочку и внедриться. Ну да, Спарта играет в свой футбол уже четвертый сезон, играет от ножа. Сплощенный состав, такой мужской, хороший, жесткий футбол. Это то, что приятно наблюдать со стороны. Ну да, по матчу, в принципе, за 4 минуты до конца забили со Шрафнова. Да, 46-ая минута, Вишняк забил гол. Ну, во втором тайме у Орбиты мы не заметили, чтобы были какие-то варианты для того, чтобы сохранить победный счет. Ну, были моменты. Были моменты у них опасные. Два раза Макс Тенович пробивал, один раз там немножко не попал по мячу, второй раз, получается, там головой там с метра не замкнул. То есть, ну, моменты были утех-утех. Просто Орбита по сравнению с первым таймом очень сбавила во втором в защите. То есть, стали появляться такие зоны, где такие напористые нападающие, как Оземши, и вот Новичок, Асадулаев, тоже очень интересные нападающие. И вот они пользовались этим, прессинговали, искали эти зоны и находили, и забивали. И что приятно, после игры ни одна из команд не осталась довольна результатом. То есть, каждый из соперников в этом матче рассчитывал на победу. Ну, да, команды из верхней части таблицы будут бороться за тройку. Спарта ставит, видимо, высокие задачи. То есть, подняться хотя бы на позицию, на две выше в этом сезоне. Ну, а Орбита, естественно, как команда, которая привыкла находиться в призерах, конечно же, осталась недовольна ничьей. Тем более, после того, как был одолен Минск-Унайтед в Сутро Кубке. И первый дивизион продолжился матчами в пятницу. Примечательно, что в этот день дебютировали в Д1 выходцы из дивизиона 2 прошлого сезона. Это Атака-смена, победитель и Спортинг. Конечно, для обеих команд... Спортинг, бронзовый призер. Бронзовый призер. Конечно, для обеих команд дебют оказался неудачным. Обе команды проиграли. Но в то же время Атака-смена навязала шикарную борьбу серебряному призеру двух последних лет Газпрому. Да, в первом тайме ребята показывали хороший футбол наравне. И два хороших момента было в атаке. Но опытный Андрей Машарский не распорядился мячом в нужной ситуации. Достаточно сказать, что оба мяча были проведены во второй половине второго тайма. Алексей Гурко, который прежде выступал в Минск Юнайтед, забил дважды. Причем с передач одного и того же футболиста Сергея Веремейко. И это, конечно, предопределило исход матча. Хотя, повторимся, атака, смена, если бы забила первый, вполне возможно, могла донести дело до хорошего для себя результата. Ну, а что касается спортсинга, то... Ну, здесь класс команд. Класс команд все-таки был очень разным. И счет 2-6 в принципе отображает то, что происходило на поле. 4-1 первый тайм в пользу Лебяжева, в составе которого достаточно опытных поигравших футболистов. Да, тут стоит еще отметить, что в принципе был счет 3-0, когда сломался вратарь Лебяжева-Кузьмин в очередной раз. То есть, как бы, тут эти два гола спортингом, возможно, даже и не состоялись бы играем в воротах. А так занял место полевой. Ну, тем не менее... Новиков, по-моему, да, стал на ворота. Но, тем не менее, кстати, он тоже в ряд моментов показывал реакцию такую неплохую для полевого игрока. То есть, не так, да, как могут и действовать полевые игроки. То есть, понятие вратарское у него присутствовало. Сультат по факту сделали два игрока. Питкевич и Маргарян, которые друг другу ассистировали, забивали. И пять голов из шести, это чисто плод их действий. Да, Питкевич три плюс два, Маргарян два плюс два. То есть, это говорит о многом. Хотя Маргарян влился в команду только в этом сезоне, правильно? Питкевич тоже в этом сезоне. Борьба, так что старт сезона в целом удался. Также и второй дивизион стартовал. Интересно обратить внимание на команды новые, которых, возможно, кто-то еще не видел в этом сезоне по ряду клещин, потому что все-таки они только стартовали. Команда Юркас, конечно, пока провалила стартовый матч против Марселя. Ну да, они так и собрались. Там заведуют командными делами Андрей Рысник из Погони прошлогодней. Но они там и собрались буквально за пять минут до матча, не размялись, вошли сразу. То есть, как-то это спонтанно, без замен. Поэтому, в принципе, там по игре есть несколько интересных игроков. Ну, я для себя выделил там пару ребят. Ну, как бы на фоне сыгранного, хорошо укомплектованного с заменами в этом матче Марселя. Опытного Марселя, да, опытный боец, который может, в принципе, играть и в первом дивизионе. Ну, так сложилось, да. Неудачный старт, то есть, не дает предпосылок делать какие-то долгоиграющие выводы. В принципе, и Харьковская для 8 на 8 формата новичок, но они выступали в мини-футбольном турнире. Футболисты известны, скажем так, по выступлению в этой лиге. Пять футболистов Харьковской в прошлом сезоне выступали за стандарт, с которым заявали серверные медали. Сейчас будут помогать Харьковской возможности. Своей родной команде. Ну, скажем так, Белгий Продор имеет шансы быть в серединке таблицы. Это не такой уж аутсайдер, как могло показаться по итогам первого матча. Все-таки 0-5 против Харьковской, которая команда опытная ни о чем не говорит. Так что за этой командой будет интересно понаблюдать и в дальнейшем. Тем более, организация дел в команде очень высокая, и с командой приятно сотрудничать, работать и общаться. Да, вот, между прочим, сейчас смотрим результаты. И Харьковская, и Белгий Продор тут благодаря другу за игру. Ну, приятно, да, приятно, что тут команды получают удовольствие от футбола, а не стремятся всеми силами и любыми способами достичь положительного результата. В целом, тур, между прочим, сколько у нас получается? Два или три ничейных результата было с лету, то есть это ничья. В прошлом сезоне очень крайне редкий результат. Там буквально, может, каких-нибудь 10-15 ничьих за весь сезон было, а тут уже с лету несколько в первом туре. Ну, это говорит о том, что чемпионат обещает быть бескомпромиссным. Что соперники хотят уступать? Да, все стремятся к хорошему результату. Ну, и вот из неожиданных, тут, конечно, в пятницу стандарт, серебряный призер прошлого сезона. Крупно уступил 0-3 в погоне. Ну, я скажу так, что уступить-то он уступил, но не умаляя заслуг погони, во многом проиграл стандарт, нежели выиграла погоня. Да, может быть, погоня и заслуживает эту победу, но мы вспомним голы, которые были забиты. Все-таки там больше вина игроков стандарта. Хотя, без усилий игроков погони эти голы бы не состоялось. Поэтому ребята заслужили победу стартового матча, остались очень довольны, и вопросов нет. Скажем так, на 0 отыграть в защите тоже нужно уметь. Да, и в большом количестве моментов стандарта, 4 ударов в штангу было, еще куча моментов, там, где-то вратарь спасал погони, где-то не везло атакующим игрокам стандарта, но, тем не менее, 0-3 на табло, и тут ничего не попишет. Как говорится, везет тому, кто везет. Еще мне понравился матч легенды и строители. Легенда — это такой аппарат звезды. Скажем, лучшие игроки остались выступать за легенду, плюс добавили еще несколько игроков с других команд, и на выходе получили очень неплохую команду. Ну и согласись, что строители, которые постоянно находятся в игровом тонусе, благодаря играм и в зимнем чемпионате, также достойны... Да, то есть Лев и строители стандарт не выпадали вообще, в принципе. Они играли круглый год, и они сейчас... Тут пенякс на какой-то там, если команда говорит, вот мы собрались там, первый раз нам было тяжело, то это не про эти команды. Эти команды в хорошей форме находятся и должны показывать результаты. Ну и Лев с Космосом, командой примерно равного уровня, выдали хороший боевой матч, особенно первый тайм. Хотелось бы, честно говоря, отметить, гол первый Веселова со штрафного, очень здорово исполнил. Да. Ну, поднедженочный матч здесь был Торпеда, третий тайм. Это такие одни из аутсайдеров прошлого сезона. И здесь они такой обоюдо упорный матч выдали на старте нового сезона. Торпеда повела в счете за 12 минут до конца. Казалось, разживется сразу очками. Но дубль Шичко перевернул все с ног на голову, и победителем вышел третий тайм. Игра, скажем, без такого искрометного футбола, какого-то феерического. Но в атаке все-таки несколько моментов команда реализовали, и третий тайм оказался более удачливей в этом матче. Одним словом, первая неделя удалась. Мы втягиваемся в сезон. Дальше надеемся, что команды разыграются и будет еще лучше. И будет о чем поговорить, будет что обсудить. Будем стремиться радовать вас хорошими выпусками. И подписывайтесь на канал «Премьер Лиги Плей» на Ютьюбе. Вступайте в группы «Премьер Лиги 8 на 8» и «5 на 5». Следите за информацией. И увидимся на футбольных полях. Всем пока. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...